Продолжение следует... В красивом особняке, в самом центре Москвы, рядом с Кремлем, да еще в Институте русского языка. И мы приносим большую благодарность главному сотруднику Института русского языка, доктору филологических наук, человеку, который возглавляет секцию лексикографии в нашем Союзе, в Союзе литераторов России, Сергею Дмитриевичу Шелову. Спасибо. За возможность собраться вот в этом... Храм Христоспасителю ближе, чем Кремль. Храм Христоспасителю ближе, чем Кремль, да. Но Кремль древнее. Так что, куда бы ни посмотришь здесь, везде дорога к храму. И Зачатевский монастырь рядом, и Тверская, где когда-то был замечательный монастырь. Ну, собственно, Москва — город удивительный, и об этом мы и пишем в наших альманахах. В каждом альманахе ежегодно Союз литераторов России выпускает альманах словесно. Всегда это разная обложка, разная шкурка, в зависимости от того, какие важные события происходят. У нас сегодня неожиданная встреча. Мы представляем два альманаха. Альманах словесность 2015 и альманах словесность 2016. Ну, сначала поговорим об этом альманахе, который посвящен этому 2015 году. Я вам хочу представить, большинство, конечно, знает, главного редактора этого альманаха Дмитрия Юрьевича Цесельчука. Несмотря на все перипетии, которые происходят на кризисные явления, так почему-то получилось, что альманах становится все толще и толще. Ну, вот даже сами можете посмотреть, если альманах 2015 – это 214 страниц, то альманах 2016 – 228. То есть наличие хорошей творческой жизни налицо. Ну, мы, конечно, помещаем материалы, прежде всего, членов Союза литераторов. Мы отмечаем важные даты. У нас разные разделы. Например, обязательный раздел – это поэзия и проза. Обязательный раздел – это имена и символы эпох. У нас есть диалог культур. И в альманахе 2015 и 2016 – это Греция, конечно, потому что следующий год будет перекрестным годом России и Греции. Здесь обязательная рубрика – это из истории русской словесности. И вот в этих двух альманахах мы уделили очень большое внимание молодым. У нас всегда присутствует раздел «Дебют» и еще мы сделали раздел «Новые литературные знакомства». Вот здесь в основном очень молодые поэты, прозаики, публицисты. И еще что нового у нас появилось. В альманахе 2015 новый раздел – это важнейшая из искусств. Все понимают, что речь идет о кино. У нас здесь и для любителей кино Кореи, такой экзотический материал, но знатоки понимают, что сейчас очень большой интерес к кино Кореи. У нас очень любопытная публикация Анны Харитоновой, которая пишет в этом же разделе «Тургеневская песня русского немого кино». Это очень любопытно. Это о Вере Холодной. Ну, здесь и о фильмах, которые затрагивают очень важные проблемы. Это проблемы детских домов в России. Вот это все можно почитать. У нас есть и «История России». Альманах 2015 пишет в основном о 70 годах со дня победы в Великой Отечественной войне. И первый секретарь управления Союза литераторов, председатель секции поэзии Наталья Рожкова, и хочу вам ее представить, опубликовала отрывки из своего исследования «Читаю в захлёб мемуары поэтов, послов и солдат». Это интереснейшая публикация. А еще мне хочется представить людей, которые тоже напечатаны и в этом разделе. Это Лилия Волохонская, Лилия Викторовна, и Наталья, и Людмила Серова. Можно было бы так сказать, что это дети войны. И они написали о первых днях, вот первый день войны. Каждая написала о том, как это произошло в ее жизни. И, конечно, это читается, вы знаете, просто по-настоящему со слезами на глазах. Вот немножечко я рассказала об этом. Вы видите на обложках здесь, на словеснице 2015, памятник Кириллу и Мефодию. Здесь же Иосиф Бродский с котом. У Иосифа Бродского юбилей, как вы знаете. На задней обложке мы видим Грибоедова, Лермонтова и очень интересные коллажи. Мне очень хотелось бы представить автора этих коллажей поэта Виноградову Татьяну. Татьяну Виноградову. Здесь прекрасные подборки в разных разделах. Ну и в словесности 2016 мне бы хотелось отметить, что мы новый раздел поместили. Это фантастика. До этого фантастики у нас не было никогда в наших альманахах. Хотя мы выпустили уже 11 книг. И вот впервые мы впустили фантастику. И открывает этот раздел Николай Калинченко. Он сегодня пока еще не пришел. Может еще прийти. Он лауреат премии фантастики в этом году. Ну а остальные разделы такие же. А и здесь же присутствует один из авторов Александр Петрович Сыров. Петрович Сыров это фамилия. Который поместил рассказ с приятным названием «Хреномобиль» в разделе «Фантастика». Так что присутствует раздел «Мастерская». Здесь опубликованы стихи на китайском языке. Написаны Ксенией Мироновой. Здесь присутствует ее мама. Замечательный поэт. Мария Миронова. Маша... Ксюша такая же красивая, как и мама. По традиции семейной, вот они пишут на китайском языке, а потом переводят на русский, а не наоборот. Ну а почему это написано вот в разделе «Мастерская» в словесности 2016? Еще мне хотелось бы сказать, что мы постоянно публикуем исследования. И в словесности 2016 мне хочется обратить ваше внимание на статью Ларисы Леонидовны Шестаковой, доктора филологических наук, сотрудника Института русского языка, члена Союза литераторов России, стихотворения Мандельштама «Сестры. Тяжесть и нежность. Одинаковы ваши приметы». Лариса Леонидовна. Хотелось бы, чтобы вы сказали несколько слов о своей публикации, а потом у нас тоже еще будет разговор о Мандельштаме. Дорогие друзья, так уже сложилось, Сергей Ильич, извините за спиной, что да, раз в год вы собираетесь в стенах нашего института. Это всегда какие-то особые совершенно встречи, потому что приходит много творческих людей, каждый читает свои стихи или читает прозу. Для тех, кто работает в Институте русского языка, это, можно сказать, подарок. Если говорить о годе 2015, мы знаем, что это год литературы. Но, наверное, этот год можно было бы назвать годом поэзии, годом поэтических юбилеев. Мы отмечаем юбилей Хлебникова, юбилей Блока, юбилей Андрея Белого, юбилей Сергея Есенина. И вот в словесности за 2016 год уже помещена статья, посвященная Мандельштаму, которому исполнится 120 лет. Мандельштам, конечно, особая фигура в нашей литературе, в нашей поэзии. Об этом много пишут исследователи Мандельштама, веды. Это такая совершенно особая каста, можно сказать, каста в нашей филологической науке. Стихотворение, анализ которого помещен в этой словесности, стихотворение такое, с одной стороны, типичное для Мандельштама, а с другой стороны, очень трудное для анализа, для интерпретации. Напомню, что оно было написано в 1920 году в Коктебеле. Понятно, 20-й год – непростое время, даже в Крыму. Опубликовано оно было в феодосийском сборнике «Ковчег» в 1922 году. В 1922 году вошло во вторую книгу стихов Мандельштама «Тристия». Считается, что «Тристия» – это совершенно особый сборник, который отмечен такой двойственностью, что ли, в котором исчезает почти грань между бытием и небытием. Все стихотворения, которые вошли в этот сборник, объединяются не только вот этим, о чем я сказала, но и теми приемами, характерными приемами для Мандельштама, которые мы прослеживаем и в ранних стихах, и в более поздних стихах. В данном случае можно говорить об особом приеме, о сближении слов, которые удалены, сильно удалены друг от друга по смыслу, но сближаются по звучанию. Вот тяжесть и нежность – все-таки слова очень далекие по смыслу, так сказать, из разных семантических полей. Но слова, в которых есть общие звуки, и на основе сближения вот этих звуков Мандельштам создает такую совершенно необыкновенную поэтическую картину, в которой прослеживается и тема времени, тема неразделенной любви, тема смерти. И другие темы отмечают исследователи в этом стихотворении. Еще хотелось бы сказать, что одним ученым кажется, что это самое лучшее античное стихотворение Мандельштама. А, например, наш выдающийся филолог Сергей Аверенцев считал, что это абсолютный образец срединного творчества Мандельштама. То есть оценки достаточно высокие. Но для обычного читателя, конечно, важно понять, о чем речь идет в этом стихотворении. Вот я уже сказала о темах. Этим, конечно, не ограничивается то, что есть в этом стихотворении, вот те смыслы, которые в нем сосредоточены. И чтобы почувствовать и понять эти смыслы, наверное, надо внимательно, медленно прочитать стихотворение или же услышать его в хорошем исполнении. Вот я предлагаю послушать стихотворение в исполнении Людмилы Каландяжиной, нашего замечательного поэта. Сестры, тяжесть и нежность, Одинаковы ваши приметы, Медуницы и осы Тяжелую розу сосут. Человек умирает, Песок остывает согретый, И вчерашнее солнце На черных носилках несут. Ах, тяжелые соты И нежные сети. Легче камень поднять, Чем имя твое повторить. У меня остается Одна забота На свете, Золотая забота, Как времени Бремя Избыть, Словно темную воду. Я пью Помутившийся воздух, Время Вспахано Плугом, И роза Землею Была В медленном водовороте Тяжелые Нежные Розы Розы Тяжесть И нежность В двойные венки Заплела. И если позволить, Еще два слова. Мандельштама связывали Очень такие особые отношения С Велимиром Хлебниковым. Наш удающийся ученый Виктор Петрович Григорьев Считал, что И у Мандельштама Есть хлебниковские мотивы, У Хлебникова Есть мандельштамовские мотивы. А по мотивам И того, и другого поэта Современники И поэты, которые Жили уже После того, как Не стало Мандельштама И Хлебникова Пишут, писали И пишут свои стихи. И вот мне хотелось бы Еще раз дать слово Людмиле Колодяжной. Она прочитает Стихотворение По мотивам Хлебникова. Дело в том, что В этом году Действительно Мы отмечаем 130-летие Со дня рождения Хлебникова. И вот я В литературной студии Дом ученых Мы целое занятие Посвятили Памяти этого поэта. Но прежде всего Я хочу вспомнить Имя Виктора Петровича Григорьева, Который Хлебником Занимался Можно сказать С младенчества. Как он Говорил, что Когда Отец его Обучал С двух лет поэзии, То он читал Бэ-бэ-оби Пели губы. И я Любовью К Хлебникову Обязана Исключительно Виктору Петровичу Григорьеву И работе Над словарем Лизака Русской поэзии. Вот В газете Поэты Град, Которую издает Наше дружеское нам Издательство Вестконсалтинг, Была опубликована Моя подборочка С эпиграфами Строк Хлебникова. Но я прочту То, что Туда Не вошло. В 1908 году Велимир Хлебников Ранний Хлебников Написал Очень короткое И очень Ёмкое Стихотворение, Которое Невозможно Забыть. Мне Мало Надо Краюшку Хлеба И каплю Молока Да это Небо Да эти Облака. Велимир Хлебников 1908 год. Ну и я Вот как бы Отозвалась На это Стихотворение. Мне Мало Надо Лишь Глоток Воды Из Самого Глубокого Колодца Где Отражение Плечется Звезды Осколком Утром Пойманого Солнца. Немало Надо Эти Облака Их Караван Идаль Бездомность Неба Немало Надо Капля Молока Кувшин И край Преломленного Хлеба И храм Стоящий Где-то На крови Первых Святых Невинно Убиенных Немало Надо Чуточку Любви В твоих словах Далеких И священных Еще Березы Верные Верста И плеск Ветвей В просторах За оконах Немало Надо Комнат Забавнее Поинтереснее Поинтереснее Например Сергей Дмитриевич Шевок Здесь Изображен С внуком Федором Кто-то Здесь С гитарой На выступлении Как Софья Няч Здесь У нас И портрет Натальи Шмельковой Работа Зверева То есть Веселимся Как можем Чтобы было Приятно Взять Взять Непосредственную Обстановку В которой Эти авторы Присутствуют И на Главной обложке У нас здесь Уникальный портрет Осипа именича Мандельштама Работа Бруни Это 1916 год Мы сначала Когда хотели Его опубликовать То решили Ну возьмем Из интернета И прекрасно И тут Начались Всевозможные Истории Таинственные Там было Очень плохое Разрешение И тогда Один человек Достал нам Очень хорошее Изображение Работать Льва Бруни Это была Красивая И таинственная История А еще На портрет Вы можете Увидеть фотографию Фрагмента Памятника Осипа именича Мандельштама В Старосадском Переодке И вот сегодня Нам очень повезло У нас сегодня В гостях Замечательный Скульптор Потрясающий Это автор Этого памятника Это Елена Владимировна Мунц Елена Владимировна Я буду Не я буду Представлять А будет Представлять Ее брат Александр Олейников Который Написал Рассказ Он опубликован В одной из В одном из наших Альманахов О том Как он Сделал Знаменитой Свою Сестру Вот как Это случилось Все расскажет Александр Олейников И опровергнет Это Как я поняла Елена Мунц Замечательная Талантливая Семья Моя двоюродная После этого Она еще Поставила Памятник Пастернаку В Перми И вообще Стала Востребованной Но я считаю Что основу Ее творческого Пути Заложил я А дело Было так В конце войны Мы жили Большой семьей В двухэтажном Деревянном доме На Ленинградском Шоссе Неподалеку От метро Динамо Из детей Нас было двое Мне было 6 лет А Ленке 5 дней 5 лет Пардон Дом был С печным Отоплением И вот я Однажды Взял хороший Комп пластилина Разогрел его Немного в печке И влепил Ленке В косичку Ленке Пришлось Очень долго Ликвидировать Последствия Этого Моего поступка Время Подумать Было Мне кажется Что тогда-то Она и решила Стать скульптором Вот это Это то Что я мог сказать А теперь Ее видение На самом деле Все было Немножко не так В нашей семье Считалось Я во всяком случае Считала Что художником Будет олеников Он прекрасно Рисовал оленей И чумы А я Отказывалась Рисовать Потому что я Вообще была Довольно Скандалисткой И ничего Никогда не хотела Делать Что меня просили Ну это так Вот я Провергаю его А насчет Мандельштама Значит была Такая история Я человек Прекрасный Прекрасный Образованный Муж Писатель Кормер Владимир Он меня Мне читал Очень много Стихов И он Мне Я в общем Познакомилась С творчеством Мандельштама Рисовать По представлению Вот каков бы Это был Человек И так Это происходило Вообще В течение Очень долгих Лет Потом я Конечно Познакомилась С фотографией Вот с этим Замечательным Бруни Портретом И Почитала Надежду Я Ну Мандельштам Жену И этот образ Меня как бы Захватывал Все больше И больше Я несколько раз Лепила его Портрет Для себя И фигуру Ну В полный рост И портрет И по-разному И Значит А у меня Друг Шаховской Дмитрий Он Замечательный Скульптор И он Сделал Очень хорошую Может быть Кто-то видел Доску Памятную Доску Мандельштама Мне Безумно Понравилось Это И В общем Она была По достоинству Оценена И Его Очень Уважали И любили И любят В Мандельштамов В Мандельштамовском Обществе И он же Мне первый Сказал Что Вот проводится Такой Конкурс Мандельштама И У меня Что-то Просто В голове Щелкнуло Я Подумала Вот это Вот для Меня Вот Это Вот Сейчас Я буду Участвовать В этом Я Значит И Надо Сказать Что Вот Когда Ну Делаешь Какую-то Работу И Вот Идет Идет Работа Вот так Немножко Так А потом Какой-то Толчок И вдруг Все становится На место И решение Готово И вот Когда я Себе Представила Что Вот этот Как бы Мой Памятник Должен Стоять Где-то В пространстве На улице Окруженной Воздухом Я Вдруг Сразу Поняла Что Что Мне мешало Вот Как бы Удовлетвориться Той работой Которую Я проводила Долгие годы Дело в том Что Ну Существует Его Автопортрет Стихотворный Изумительный Измечательный Который Я К сожалению Не могу Продекламировать Потому что Я Плоха С памятью У меня Стала Вот И Как бы Голова У меня Уже Давно Сложилась Вот Как Вот Это Птичий Закинутый Профиль Полузакрытые Глаза Вот Эти Ресницы А Когда Получила Фигура Ну Никак То есть У меня Никак Не совпадал Образ Монтельштама Например С брюками Я Совершенно Не понимала Вот Как Это Вот Когда Я делала Какие-то Брюки То Он Получался Такой Тщедушный Такой Еврейчик Провинциальный И Образ Снижался Если Я делала Какую-то Такую Условную Фигуру Патриция То Это Вообще Какая-то Ерунда В общем Я все Ломала И Когда Вот Вот Это Вот У меня Концентрация Получилась Внутри Себя Когда Мне Стало Безумно Интересно Вот Как Это Будет На Улице В пространстве То Мне Вдруг Пришла Такая В голову Мысль Что Вообще Что Такой Вот Мандельштам У него Ужасная Трагическая Судьба У него Просто Вот Что Сказать Но Тем Не Менее Его Поэтия Она Жила И Будет Жить И Она Живет Во Всем Мире И Он Вообще Не Человек А Бог Полубог И Я Подумала Что Его Как Бы Физическая Оболочка Его Физическая Судьба Прожитая Вот Даже Такая Трагическая Его Творчество Не Выше Этого То Его Поэзия Как Выше Всего И У Меня Сразу Я Сразу Подумала Что Не Нужно Вообще Делать Вот Как Знак Его Голова И Камень Или Несколько Камней Я Безумно Обрадовалась Я Решила Что Все Вообще Гениально Позвонила Шаховскому Говорю Дима Приезжай Я Все Я Все Это Свояла Тут Же И Надо Сказать Что Дима Достаточно Очень Такой Строгий Судья Но Ему Понравилась Эта Идея Ему Понравилась И Он Значит Сказал Мне Разочаровал Сказал Что Мне Не Возьмут Ни За Что В Эту Кампанию Людей Которые Делают Этот Памятник Но Через Несколько Дней Он Позвонил И Что Если Мы Будем С тобой Вместе Ну То Можно Будет И Там Как То Ну В общем Короче Говоря Вот Меня Взяли Вместе С Авторством С Шаховским А Шаховской Еще Умный Он Кроме Того Что Он Такой Талантливый Он Очень Умный Он Взял Архитектором Есть Такой Архитектор Александр Бродский Я Постоянно Серости Думала Что Иосиф Бродский А тут Еще Оказывается Александр Бродский Архитектор И Он На самом деле Очень Хороший Художник Такой Даже Меня Как бы Его Творчество Примеряет С Современным Искусством С Концептуализмом Потому Что Он Действительно Его Работы Очень Прекрасны И Мы Прикласили Его Архитектором А Он Минималист И Вот То Что Мы Сделали Ну Вот Кто Видел Это Несколько Кубов Гранитных И Голова Бронзовая И Там Это Место Вообще На самом Деле Вообще Мне Было Все Равно Где Он Будет Стоять Это Честно Я Вам Скажу Но Когда Мужчины Как Все Это Мне Объяснили Я Вдруг Поняла Что Это Действительно Место Замечательное Что Оно Такой Изолированной В Москве Вот В такой Безумной Москве Вдруг Какое-то Такое Место Где Можно Совершенно Как Бы Отстраниться И Вот Есть Мандельштам Есть Такое Кресло Символическое Я Могу Объяснить Это Идея Шаховского Это Кресло Для Тех Теней Которые К нему Приходят И Ведут С ним Беседы Это Вот Это Кресло И Рядом Должен Был Быть Источник Вот Тоже Такой Куб Но Источник Не Получился Потому Что Мы Не Смогли Согласовать Вот Вот В общем Мы Мы Все Это В общем Как Бы Да И Шаховского Мне Сказал Давай Твоя Голова А Мы С С С С С С С Делаем Там Было Несколько Скульпторов Но Когда Я Посмотрела Вот Когда Вот Я Первый Раз Пришла И Посмотрела Вот Все Эти Самые Я Диме Сказала Дима Мы Выиграем Это Было Совершенно Мне Ясно Ой Извините Я Его Выключала Вот Ну В общем Ну Я Не буду Долго Рассказывать Я Хочу Только Сказать Одно Значит Одним Из наших Самых Главных Конкурентов Был Такой Скульптор Андрей Красулин Может Быть Кто Нибудь Слышал Эту Фамилию И У Него Очень Был Интересный Проект Но Он И Он Мне Очень Понравился Он Казался Мне Интересным Но Я Просто Понимала Что В Нашей Действительности Еще Мы Не Доросли До Такого Проекта И Никогда Этого Всего Не Будет Представьте Себе Он Сделал Не Фигуру Мандельштама Ничего Такого Он Сделал Абстрактные 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 Формы Стихи Мандельштама Вот В частности Когда Читали Про Тяжесть И Нежность Одинаковые Ваши Приметы Вот Там Вот Была Условная Роза И Там Очень Интересные Такие Бронзовые Условные Вещи И Они Очень Интересно Были Все Показаны Ну В общем Он Не Прошел Как Я И Думала Но Сейчас В Коломне Выставка Выставка Работ Андрея Красулина И Там Это Устраивает При Новоголутвинском Монастыре Какие-то Совершенно Замечательные Монахини Они Устраивают Выставки И Вот К этому Монастырю Вот Вернее Они Организовали Музей Органической Культуры И Вот Около Вот Этого Музея Там Построен Как Как бы Пристроен К этому Зданию Основному Такой Типа Барака И Вот Там Значит В стенах Устроены Такие Как Аквариумы С песком И Там Помещены Вот Эти Красулинские Объекты Стихи И Надо Сказать Что И Без Конца Красулин Замечательно Читает Стихи Мандельштама И Вот Когда Ты Проходишь И Смотришь И Я Поняла Что Да Действительно Это Проект Был Очень Хорош И Очень Я Вам Рекомендую Те Кто Интересуется Творчеством Мандельштама Поехать Туда Вот В этот Это В Коломне Да Я сказала Правильно Ну Вот Что Я Хотела Сказать Спасибо Дорогие Друзья Мы С Окончились Дни Осипа Мильча Мандельштама Это В лагерях Это Страшно Даже Долго Мы Не знали Точного Года Гибели Мандельштама И до сих Пор Идут Споры Я Хочу Сделать Вот Такой Странный Переход К Следующей Теме В 2014 Году В Альмонахе 2014 Года Мы Опубликовали Отрывок Из Романа Мираба Ратишвили Джуга Очень любопытный Отрывок Как будто Человек Очень пожилой Который Давно Не был В Тбилиси Приезжает Туда И видит Что там Все надписи На русском То есть На английском И на армянском Какие-то Странные Странные Люди Пустоголовые Ходят Он Был Потрясен Он Не Представлял Вообще Что Случилось И Сегодня У нас Присутствует Автор Романа Джуга Член Союза Литераторов В России Мираб Георгиевич Ратишвили Он Приехал В Москву Всего На Несколько Дней В том Числе И Получить Диплом Который Мы Ему Сейчас Вручим А какой Диплом Наталья Рыжкова Выдающийся Детель Культуры И И Искусства России В соответствии С указом Президента Российской Федерации Восемь 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 Департамент 2015 Если честно Не ожидал Что Такой Действительно Будет Переход Хотел Больше Послушать Воду Мандельштама Ну Раз Наратишвили Так Я постараюсь Два слова Сказать Вообще Выступать Не собирался Думал Что Кто-то Из моих Читателей Осмелиться Сказать Пару слов Да Ну Прекрасно Валерий Михайлович Серов Кто Не знает Хочу Чтобы Познакомились С этим Человеком Да Вы Сами Представитесь Ну Что Я могу Сказать В любом Деле Я думаю Что Важен Сам Процесс Что Из Нельзя Думать О Конце Да Какой Будет Финал Финал Придет Хотим Мы Этого Или Нет Финал Все равно Наступает Когда-либо И в любом Деле Так Финал Наступает Но Сам Процесс Был Для Меня Абсолютно Как бы Не просто Интересный Я Оказался В совершенно Другом Пространстве Хоть Это Было Всего Каких-то 12 Квадратных Метров Камера Значит В которых Прошагал Десятки Километров Потому Что Камера Ходишь Думаешь И Когда Перемешается Ночь С днем И так далее И не обращаешь Внимания В общем Какая погода Что творится Там За пределами Так называемой Решетки Решки И Вот этот процесс Совершенно уникальный Я думаю Что любой Творческий человек Который Что-либо Воял Писал Творил Это понимает И поймет Меня Да Притом Я Не был Традиционный Писатель Я писателем Стал В тюрьме То есть В определенной Степени Мои друзья Значит Шутили Что Благодаря Саакашвили Ты попал В тюрьму Поэтому Ты должен На него Не серчать А благодарить Что Ты туда Зашел Бизнесменом А вышел Классиком Грузинской Литературы Ну это Так Преувеличены В каждой Шутке Что-то Есть Видать От правды И я Действительно Благодарен В первую очередь Богу Что Какое-то Испытание Мне Послал И вот Это Испытание Получил Вот этот Результат В виде Моего Творчества Честно Вам скажу Очень Не во время Выпустили Потому что Как бы Начал еще один роман Который до сих пор Не закончен Потому что На воле Никто не дает Спокойно жить Сам себе Не принадлежу И то что Например Третий мой роман Здесь я не знаю Есть эта книга Потерянные страницы Нет Это не белый ламп Потерянные страницы Это продолжение Это посвятил Посвятил Великому Грузинскому Писателю Чабу Амириджиби Значит И Написал За два месяца И 16 дней И Получилось так Что Я после этого Написал ему Письмо В виде Так В большом формате Отпечатали Значит Еще рукопись Да И принесли Ему Сказали Что Вот Человек Которого Вы отстаивали Что требовали Чтобы Выпустили Из тюрьмы А он делал Публикации Что Ратишвили Должен быть На свободе Не должен Сидеть в тюрьме Это тогда Когда люди Боялись Даже на кухне Что-то говорить Был такой Был такой Период У нас Демократия Зашкаливала Просто Там Вот эти Либералы Которые Пришли Конкретно Все Что было Связано С Россией Или Учились Здесь Или Работали Здесь Оказались В ситуации Когда Были мы Изгоями И Преследовали Поэтому Как бы Оказался Так Что В ситуации Когда Все Кто старались Выстраивать Отношения С Россией Мы Были Под ударом И вот Это результат То что Я там Оказался Значит И Получился Так Что Принесли Письмо А письме Было Следующее Что Дорогой Чабу Я знаю Правила Игры По жизни Значит Я Осмелился Написать Продолжение Вашего Великого Романа Тата Туташи И Если Будет Ваша Воля И Благословение Эта Книга Будет Напечатана А нет Никогда Никто Об этом Не узнает Знаем Только Четыре Человека Поэтому Ваш Вердикт Я жду Чтобы мы Успели Или да Или нет В общем Какое Будет Продолжение А 18 Ноября У него Было День Рождения Как раз Это происходит В октябре 2013 2012 Года И я В ожидании То есть Такого испытания В моей жизни Еще не было Тюрьма Это ничто По сравнению с этим Я ждал Месяц Пока Он еще Одним глазом Не видел Еще должен был Читать Как бы В другом Формате То есть Одним глазом Практически Другой Мы напечатали Для его Супруги Поэтесса Тамар Джавахишвили Очень хорошая Поэтесса Значит Они читали Вдвоем То Друг 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 Читали То Ну Скорее Она читала Ему Потому Что Он Не говорил В итоге Вердикт Я звоню Мне сказали Срочно Позвони А там Звони Как Телефон Приносят 15-20 минут И уносят У тебя есть выбор Кому позвонить Да Значит Я позвонил Ему Тамрико Супруга Говорит Срочно Эту книгу Надо напечатать Я еле Держал трубку То есть Ватная рука Я не ожидал Этого Я думал Как бы сейчас Повесить Чтобы позвонить Уже Чтобы Сказать Что надо Печатать И вот так Появилось Это произведение И первый Когда вышел С курорта Так называемого Первый Кому поехал Был Чабуа И успели За 9 дней Напечатать Книгу Значит Один в большом формате Для него И на презентации Если до того Приходили Ну 50 человек 60 может быть Боялись Значит Прийти На презентацию Книги Политзаключенного Потому что Многие Отказывались Вообще Печатать Издательство Потому что Боялись Говорят Нас закроют И так далее И умудрились В общем Как-то Всегда Как и в советское время Вот в буквальном смысле Можно сравнить Какой-то Страшный период Когда находили Самиздат Или что-то подобное И люди все равно Как-то Публиковали Свои произведения Что-то подобное Было Ну уже В современных формах Да Вот те годы И Пришли столько народу На презентацию Что Гостиница Мэриот В центре города Не уместила Народ был На улицах И Великий Режиссер Тоже покойный Резо Чхейдзе Значит Лично Отвез книгу Вот в большом формате Где В конце Значит Мои читатели Подписывали Свои пожелания Чабу Амираджим Я вышел 13 января 13 года Из 13 камеры И 13 декабря Не стало Чабу То есть Мы успели Друг другу Сказать Все что могли сказать Объясниться И Слава Богу Хоть так Я недавно Буквально Это было В июне Мы открыли Его кабинет Мемориальный Значит В национальной Библиотеке Грузии Где Я не скульптор Я не художник Вообще Не способен На такие вещи Но придумал то что Человеку которому Дважды Присуждали То есть Расстрел Присудили Расстрел Дважды Ну Чудом Выжил Четыре Побега В общей сложности Присудили 83 года Отсидел 16 лет То есть Во всех местах Даже За полярном Круге Откуда Он Бежал Мне радостно Больше Говорить о нем Чем о себе Потому что Есть люди На которых Можно равняться И этот Человек Отстаивал Меня Как политзаключенного И этот Ценным В моей жизни А не то что Я что-то создал Или собираюсь Еще создавать Да Как это Как получится Уже И вот там Есть камера Смертников Если кто Кто-либо Из вас Окажется В Тбилиси И милости Прошу И хочу Чтобы как можно Больше людей Туда ездило Из России Потому что Из Грузии Мы хотим Чтобы ездили сюда И восстановили Этот мост Чтобы восстановили Школы Где будут Обучать Русский язык Потому что Эти последние Годы Были Была просто Катастрофа И Чабу Об этом Сетовал И многие Из старшего Даже моего поколения Понимают Что Что мы натворили все Что Великий русский язык Как бы Кто-то старался Чтобы Было Забвение Этого языка И Закрывали школы На русском И Значит И уроки на русском Все это Заменили английскими И так далее Не знаю В чем это приведет Но Все В наших руках Поэтому Кто-то Если будет В Тбилиси Обязательно Зайдите В национальную библиотеку Притом Все это Для вас Близко По душе И вы увидите Какая реакция У людей Когда они Приходят И камеру Видят И там Надпись На стене Даже если Два раза Расстреляют Да И продолжение Не сдадимся А То есть Это из того Поколения Людей Поэтому Вот А ведь Собирался Писать Совершенно В это время Когда я взялся За последние Страницы Так называем Как я назвал Вот если Помните Был такой Фильм Берега Да Это По Абдата Туташи И как бы Произведение Так что Значит Он нашел Страницы Значит Графа Сегеди И он Как бы Из этих Страниц Которых Делал записи Сегеди Да Он создал Эту книгу Ну это Вымисел Автора Значит Творческие люди Это понимают Что Никакого Сегеди Не существовало А и у Чабу Не было даже Возможности Даже В архивах Кто его пустил Пустил бы Потому что Человек был Значит За антисоветчину Там Осужден Да А я нашел Сегеди Ну это был Совершенно Другой Граф А он Фамилию Взял Сегеди Потому что Сидел Значит Где-то В Иркутском Крае Где сидел Бывший актер Который Жил В Харбине И кстати Последним Императором Маньчжурии Они сидели Все вместе В одной камере И вот Фамилию Сегеди Взял оттуда И он Он мне это подтвердил Письменно Когда Он же не говорил Поэтому Когда это спросил Он улыбался И написал Ты все Правильно Раскопал Типа Вот А многие думают Что это Как бы Он действительно Сегеди Ему что-то Оставил Потому что Был соседем И так далее Я должен был написать Другую книгу То есть Должен был писать Продолжение Еще одного романа Но я увидел Чабов Во сне Это вот Связь Практически Невидимая связь Я входил В его сон Я медитировал В это время И Он признал Что Меня часто видел Во сне Он сам тоже И Когда я Я увидел Его первый раз Во сне И Я позвонил И попросил Чтобы при мне Принесли Тата Туташхе Который я читал В молодости И я понял А почему Он мне приснился Вы помните Как заканчивается Тата Туташхе Да Зло Побеждает Добро Рукой сына Который застреливает Стреляет Своего отца И Неизвестно Погибает Или нет Потому что Автор Не смог Собственного героя Значит Окончательно Убить Но ранене Уходит И Исчезает И я не мог Позволить Чтобы зло Победило добро Да еще Рукой сына И поэтому Вот Вот это Последний мой роман И появился Вот так Спонтанно Да Ну я Я начал С конца И как бы Но Скажу вам Что Не мне вам Рассказывать Почему Создаются Произведения Литературные То что Беспокоит Человека Независимо Кто он То он Воплощает Это Во что-либо Кто-то В книге Кто-то В песне Кто-то Стихи Кто-то Ваяет Как вы И В итоге Это Во что-то Выливается Меня всегда Беспокоило То что Происходит Что Мое поколение Застали Как и Ваше Застали И Ту страну Которого Уже нет Увидели Как ломается Система И в итоге Когда-то Был в прострации Но когда-то Наступает В итоге Прозрение И Понял Что Это Не только Наше Безумие Но и Старания Извне Привели К тому Что мы Не просто Страну А мы Не плачем За эту Страну А то Что мы Потеряли Друг друга Мы потеряли Себя Мы потеряли Те ценности Ту связку Которую Объединяла Объединяла Многие народы И мы Сами Создали Свою Трагедию Я так думаю Что человек Сам способен На Те трагедии Которые мы Потом Сами же И переживаем Вот В результате Этого Вот моих Размышлений И появился Мой первый роман Джуга И с продолжением Илья Я не могу Рассказывать Естественно Что там Потому что Это дело Читателей Уже А книга Уже Своей жизни Живет Уже Есть И на английском И на французском И на немецком И на китайском На сербском Перевели Но пока Не напечатано Кстати Семья Томи Слава Николича Который Сейчас Президент Вот его Семья И перевели Пока я там Значит Отдыхал на курорте Поэтому Значит У каждой Книги Уже Своя Судьба Вот Белый Лама Есть На английском Языке И есть Выдвинута На Тублинскую Литературную Премию Недавно Опубликовали Оказывается Произведение Попало в Лонглист Что дальше Будет Не знаю Но Эти книги Будут жить Своей жизнью Наверное Как мы Сами Но Для меня Самое Ценное Что Когда Живешь В другой Стране Уже Прожив Здесь Не менее 35 лет То есть Всю свою Сознательную Жизнь Появившись На своей Родине Для того Чтобы Там Как-то Способствовать Потеплению Ситуации И Оказываешься Закрытым Потому Что Ты Как бы Лишний Да И Кому-то Мешаешь А Тебя Помнят Твои Друзья Поддерживают И Как бы Ты чувствуешь Что ты Не одинок В этой жизни Я не говорю Про семью Там И про Моих близких Потому Что Это Совершенно Другое Да А твои Друзья А Вот Среди тех Людей Которые Меня И морально И психологически И по-человечески Отстаивали Помогали Это был Валерий Михайлович Сыров И он Здесь И сегодня Здесь И всегда Мы будем Вместе Потому Что Это И Дружба Да Вот Я хотел Попросить Как читателя Может быть Пару слов Вы скажете Валерий Михайлович Уважаемые друзья Коллеги Я шел сюда Откровенно говоря С одной целью Повидаться С моим Старым Другом Он К сожалению Последнее время Очень редкий Гость В Москве Хотя Основная Его жизнь Не творческая А созидательная Проходила Именно Здесь В Москве И становление Проходило В Москве И если бы Мне сказали Еще Условно говоря Семь лет назад Что Вот я сегодня Буду его приветствовать Здесь Как Творческую Личность Писателя Я бы никогда В жизни Не поверил Я вам могу сказать Чтобы Мираб Стал писателем Но Творчество Очевидно Такая вещь И особенно Когда ты Оказываешься В застенке И когда Все Над твоей Головой В твоей жизни Происходят Такие Метаморфозы Удивительно Это конечно Удивительный Человек Уникальный Я никак Его до сих пор Не могу понять Ведь тюрьма Ломает людей Она их Принижает Топчет Выворачивает Наизнанку Делает Ничем И вдруг Здесь Человек В тюрьме Обрел Творчество И если мы Посмотрим В общем-то Сильные личности Именно Творили В тюрьме Возьмите Того же Солженицына Ведь все Его первые Вещи Великие Рассказы Все появилось Именно Во время Таких же Событий Приблизительно То что Произошло С Мирабом Человек Он Удивительный И как Личность И творческая И созидательная В нем Кроется Ну Ядерный Реактор Энергия Огромная За что бы Он не брался Он всегда доводил до конца Вот мы находимся Вы правильно сказали В центре Москвы Амираб работал В этом центре Москвы Он был Заместитель Председателя Ленинского Раисполкома И занимался Капитальным Ремонтом Все что здесь В этой округе Создавалось В те далекие годы И Пользовался Огромным Авторитетом Уважением Огромного количества Людей Всегда выступал Таким Инициативом Инициатором И очень интересным Человеком А если я вам скажу Вот вы сейчас Очевидно Некоторые смотрели По телевидению Вдруг решили показать Березовского И Патаркашвили Так он С Патаркашвили Общался Очень часто И Причем Не Просто Как Человек Который Преклонялся Перед ним Нет Он его Воспринимал Очень критично И в нашей жизни Даже Был такой эпизод Когда Ситуация была Очень серьезная И у нас Возник С Патаркашвили И с Березовским Конфликт Когда Мираб пришел И сказал Говорит Поехали Мы сейчас С ним разберемся Я ему все скажу Что я о нем думаю И он сделает То что должен Сделать И вот Чисто какие-то Грузинские Качества Позволили И тому И другому Найти общий язык И конфликт Был Как-то Разрешен И ликвидирован А Книга Вы знаете Я думаю Что все найдут Возможность И время Прочитать Эту книгу И о ней Можно говорить Только после того Как ты Познакомишься С этой книгой Я конечно Шел сюда Повидаться с ним Но получил Огромное удовольствие От того Что я услышал О Мандельштаме Я это стихотворение Выучил наизусть Еще в 58-м году Будучи студентом Второго курса Меня познакомил С творчеством Мандельштама Был такой Литературовед Очевидно Многие знают Вадим Валерьянович Кожинов Который Очень любил Его Это было время Когда Появилось Много Выдающихся Поэтов Оттепель И Евтушенко И Рождественский Мы ходили Все И заслушивались И стихами В политехническом Музее Но Человек Запоминает То Что ему Больше всего Нравится И вот Это стихотворение Сестры Тяжести Нежность Я его помню Наизусть Могу прочитать С того самого Времени Потому что Оно на меня Произвело Неизгладимое Впечатление А то Что сегодня Мы здесь Чествуем И отмечаем Мираба Ратишвили Это потрясающий Переворот Метаморфоза Я повторюсь Но это В моем понимании Теперь я с ним Много разговаривал Теперь он живет Только в Тбилиси В Москву Он приезжает Вот так На день Два Экспронтом Причем Не предупреждая Но Это начало Его творчества И дай бог Что он Еще Порадует Нас Большим количеством Произведений Очень интересных Очень содержательных И мы Еще не один раз Соберемся И не только В этих стенах Спасибо огромное Я уже говорила Что у нас есть раздел Новые литературные Знакомства У нас очень много Молодых Новых имен И вот Несколько месяцев назад Мы написали заявку На соискание Литературной премии Губернатора Ямало-Ненецкого Автономного округа Софьи Няч Софья Няч Еще никогда не выступала У нас на презентациях Она опубликована В словесности В нашем альманахе И вот недавно Она получила ответ Из Ямало-Ненецкого Автономного округа Софья Добрый день Поздравляю вас С премией В номинации Поэзия Вручение состоится В декабре Вам необходимо Будет приехать В Салихар Пока наша Софья Няч Не уехала В Салихар Я хочу Она прочитала Стихотворение Три Всем здравствуйте У меня есть творческий псевдоним И под ним я уже существую Наверное лет семь Игла Так как В Москву я приехала Учиться в литературный институт Но так оказалось Что моя судьба Еще связалась С рок-музыкой И православием Вот И при молодежном центре Который находится При храме Рок-клуб Это в Биберево Меня там Так именовали И уже Вот семь лет Как я там занимаюсь Все меня знают Как игла Вот И что еще хотела сказать По этому поводу Что В моем народе Существует Такое Поверье Скажем Что Человек рождается И Рождается без души И душа у него появляется Только с именем Собственно Меня как инициировали В Москве Игла И поэтому Я с этим именем иду И представляю здесь На этом замечательном вечере Еще я хотела поблагодарить Дмитрия Юрьевича И Нину Васильевну За то Что благодаря им То что меня приняли В союз литераторов Написали заявку Собственно И на премию Литературную На Ямал Я ее выиграла Как говорится Слава Богу За все Вот И Ну прочитаю вам Несколько своих стихотворений Я мужчина с морожкой Их марсовым молоком Он прозрел широты Божественного чела Как ныряла Гагара на дно Чтобы испить тишины Как седая Мойра Нить Гектора Оборвала И семью руками Сердце вырвало Из груди Открывался мир В капле Одной росы И ламбей В рогах Солнце Богов Носил И одел Третий глаз На ноги Свои кисы В океан Нырнув С рыбы Китом Уплыл Спасибо Как старый преданный мусульманин Умываясь молитвой Смотрел на восток Как Будда Раскрывая лепестки глаз К реке страданий Наклонил лицо Как сердце Исаии Билось меж ребер Ожидая грядущий рассвет Как царь Давид Взывал из чрева земли Веруя Адонай Как безумец Речев сердце своим Бога нет И последнее стихотворение Которое я прочитаю Дай ветру играть на струнах Своих сухожилий Предоставь дождю Изливаться в свои глаза Открой пошире объятия Дай распять себя Это те, через кого ты спасешься Полетев вниз головой В самую бездну звезд Радуйся, ты умрешь Смертью смерть поправ На кинжалы высоких трав На лезвия вражеских губ Только рассчитывай, друг Это те, через кого Смертью смерть поправ Господь, человеческий сын Сын Божий Господь пустынь Солнце Господь земли Венеры Юпитера И Ада врата сокрушил Твой баррикадный ад Две тысячи лет назад Я очень рада знакомству С такими корифеями литературы Это очень приятно И еще раз хочу поблагодарить Нину Васильевну Дмитрию Юрьевичу Вас тоже То, что я принята В этот замечательный союз И Поблагодарить Пулю, наверное Которая тоже получила В этом году Заслуженного деятеля И культуры и искусства Благодаря, опять же Нашим дорогим председателям Пуля – это наш лидер В нашей Да У нас у всех псевдонимы Пуля Игла у нас петляющая была Такой набор Самоубийц Вот И, как бы Собственно Спасибо Наверное На этом я закончу Своё выступление Ну, единственное Что хотелось бы сказать Что Если кого-то удивляет Что мы Православие и рок Мы вот хотели бы Выступить как-нибудь Здесь перед вами Может быть Какой-то музыкально-поэтический вечер Чтобы прошел Православный рок Да Ну, видимо Никого не удивляет Это радует Потому что Некоторые Немножко неадекватно Реагируют Напротив Это была Просто политическая акция А мы Как миссионеры Музыканты Люди, которые Через музыку Проповедники Ну, скажем так Это Может быть Слишком высоко Брать на себя роль Проповедника Ну, скажем так Люди, которые Ездят по России И видят Что Наша Матушка Русь Находится Не в очень Таком радостном Состоянии И уже Буквально там 300 километров От Москвы Ну Люди И молодежь В частности Даже не знают Кто такой Христос Либо Когда ты им говоришь Христос воскрес Они говорят Под пресс Его под пресс То есть Ну, на самом деле Мы встречаемся С очень Страшными Проявлениями Вот такого Вот Ну Сатанизма Я не знаю Постмодернизма Или как еще Это назвать То, что сейчас Происходит Вот И Просто Говорим О евангельских Истинах Через рок-музыку Через Ну, это не обязательно Там хэви-метал Какой-то Это может быть Как стиль И джаз И блюз Там И рок И фолк И реги Но самое главное Это Евангельские Истины Которые Дал Христос И мы Как пытаемся Их Через Текст Ну, я могу Одно стихотворение Если позволите Пулина Вот прочитать Но это текст Из песни Можно? Оно Коротенькое Мы богема Свинцовых окраин В наших генах Не властвует Каин Мы Мы изгои Иные Монахи Мы в подвалах Порталах На плахе Мы не продали Дьяволу душу Да услышит Имеющий уши Да увидит Имеющий око Разве может Нам быть Одиноко Разве с богом Бывает усталость Нам осталось Лишь самая малость Умереть И воскреснуть Все На этом я заканчиваю Своё выступление Спасибо Большое Вот готовясь к этому вечеру Я посмотрела в интернете А что происходило 20 ноября В разные годы Оказалось Что в 1480 году Окончилось стояние На Угре Конец Золотаргенского Ига 20 ноября 20 ноября Родилась Зинаида Николаевна Гиппиус В 1869 году И произошло Печальное событие 105 лет назад В 1950 году На станции Остапова Умер Лев Николаевич Толстой Вот такие даты Но у нас У Союза литераторов Своя дата Совершенно неожиданно Мы даже не думали Об этом Но вдруг Оказалось Что нашей серии Визитная карточка Литератора Исполнилось 20 лет Так получилось Что мы посмотрели В интернете По архивам Поговорили с людьми И оказалось Что первая книжка Визитная карточка Литератора Была издана В 1995 году То есть ровно 20 лет назад Издана была С помощью Московской организации Союза литераторов Вот здесь Мол СЛРФ При помощи Издательства Ленор Вот здесь Два АСБНа И Союза литераторов И издательства Вот так Выглядела Эта серия 90-е годы Маленькая Поэтическая книга Интересно Что первая книга Которая была Издана в этой серии Это книга Элисбара Ананиашвили О котором Мы много говорим Учеником Которого является Дмитрий Юрьевич Сусевчук Переводческая школа Элисбара Ананиашвили Не раз Отсвещалась На страницах Нашего Альманаха Прошли годы Эта серия Началась в 95-м Продолжилась в 96-м В 97-м году Перед дефолтом Прекратилось Издание Этой серии Прошли годы В 2009-м году Мы возобновили Эту серию Вот в таком формате Союз литераторов России Идея издания И издавали При помощи Издательства Вест Консалтинг Вот так она выглядела Вот похожая Уже На визитную Карточку Вот видите Здесь мы помещаем Фамилию Имеотчество Можно поместить Свой мейл Телефон Как бы вот визиточка Такая В этом году Мы немножко Изменили формат В конце года И стали издавать Вот таким образом Вчера Из типографии Пришла вот эта книжка Называется она Меганевра Наталья Рожкова Автор Ее стихи Вот знаете Как приходишь Кому-то Ну вы знаете Можно подарить Джугу Но это Большая книжка А вот мы предложили Город Георгиевич А вот Представляете Вот такую маленькую И здесь Отрывки Из ваших произведений Что о вас пишут Или просто о вас И вы можете Далить это Друзьям Знакомым При какой-то Очень серьезной Деловой встрече В издательство Мне показалось Вас это заинтересовало Зубному врачу Очень правда Зубному врачу Да Мы знаем Это правда Истинно Как Александр Якович Говорит И вам будет любопытно Что очень высоко Творчество Натальи Рожковой Ценил Кожиных Он о ней писал Писал о том Что покойный муж Наталья Евгеньев Тоже был поэтом Дорин Александр Дорин И Кожиных написал Что вот у него Ближе к женской поэзии Да А у Натальи Евгеньев Ближе к мужской поэзии Вот так не скажешь Глядя на нее Наташа Мы поздравляем тебя С этой книжкой Спасибо Ну вообще У меня очень редко Выходят книги Первая вышла еще До перестройки В 1984 году И с тех пор Так очень эпизодически Поэтому я Конечно бесконечно Благодарна Союзу литераторов За то что Вот уже вторая книга У меня в этой серии Выходит Вот Был упомянут Очень Дорогой мне Вадим Ильянович Кожинов Он Как вы знаете Дружил С Юрием Перекарпичем Кузнецовым А Юрий Кузнецов Он вообще К женской поэзии Относился Очень скептически И он говорил Женскую поэзию На три части Можно разделить Рукодельницы Подражательницы Ахматовой Истерички Подражательницы Цветаевой И третий Безликий тип Подражательницы Мужчина Вот видимо Я к третьему Типу отношусь И вы знаете Да Но тут вот у меня есть Один стишок Посвященный Поэтессе Поэту Которого Наверное Которую Наверное Никакому Из этих Трех Типов Но по крайней мере Я бы не смогла Причислить Это Ксения Некрасова Правда? Вот она Как-то Ни под какой Из этих Не подходит По-моему Вот у меня Ей Посвящение Алой Гвоздикой Приколотой К майке Напоминала Что никуда Не исчезли Дуэли Для нашего Брата Младшей Сестрою Для всех Оказалась Саматой Небо Легко Отжимая Сушило На солнце Мне От него Бы кусочек Я сделаю Шарфик В память О той Что Солгать Не умело Надену Спасибо Хорошо Хорошо бы Проснуться И знать Что никто Не подложит Подлянки Хорошо С антресолей Достать Свои старые Детские Санки И катаясь Глядеть В небеса Поискать Там местечко Для духа Что-то Вдруг Обожгло Как оса Это пуля Царапнула Ухо Это было Очень давно Написано Почти 20 лет Назад В 98 году Ну и вот Такая Вот здесь Картинка Вот не знаю Видно Издали Вот такое Нарисовано Существо Издали кажется Что зловеще На самом деле Она чуть-чуть Улыбается Но это на самом деле Не стрекоза Ну казалось Ну что это такое Ну стрекоза Да Нет Это не стрекоза Это Меганевра То есть Меганевра Это предок Стрекозы Жившие Насекомые Которые жили в каменно-угольном периоде И размах крыльев достигал 65 сантиметров Ну то есть Вот как собака такая Не очень большая Но и не совсем маленькая Ну и вот я Прочитаю тоже Вот такой вот Текст Как раз По которому Называется Полет в 2.45 Мягкий бархат небес На востоке Истерся слегка Где-то изредка Вслипнет В ночи Одинокая птица Разрезая На равные части Как ткань Облака Меганевра Степенно летит Над притихшей Столицей На балконе От ветра Трепещет Как знамя Белье Опустевшая Мертвая площадь Подобно пустыне Слышишь, крылья шуршат И квадратик сетчатки Ее Отражает тебя И меня В настоящем Прошедшем И ныне Это странная весть Или душный Пророческий сон И не скажет, пожалуй, никто Что здесь Быль Или не был 2.45 И опять Выхожу На балкон Я пока еще Здесь На земле Но уже И немного На небе Достаточно, да? А Россия Что-что? А Россия? А какой именно? Петербург Ну я его уже читала В этом зале Ну вот я еще Прочитаю Ситуение Которое как раз Вадим Валерьяновичу Нравилось Да, все кончается До срока Над бедной родиной Моей Самозабвенно и жестоко Поет последний Соловей Его заслушаемся Трелью И в ожидании Зимы Одной Укроемся Шинелью Той Из которой Вышли Мы Ну и такое Вот шуточное Ну знаете Жанна, ты его так быстро Прочитала Ну вот Еще такое О возрасте Ну Я его тоже Очень давно Написала На самом деле Я уже старше И Пушкина И Мандрештана Уже я к сожалению Теперь тоже старше Да Да, да, да Поэтому Так сказать Может уже сейчас Не актуально Ну это я даже его На память помню Казалось Прожито так мало И даль незримая Звала Я старше Лермонтова Стала Но ничего Не поняла Спасибо Да, у меня сейчас Вот в визитной карточке Регистратора Тоже в этом году Вышла книжка И даже так получилось Что у меня до этого Вот в Висконсолции В издательстве Вышла тоже Вот книжка Пустынный ангел Новых стихов Вот А вот очень Хорошо получилась Вот книжка Вот эта серия На мой взгляд Да Вот А сейчас А? А? Ну, вот Вроде так Да А я сейчас Пожалуй Прочитаю Вы знаете Сначала Стихотворение Вот Из Словесности Вот Последнего Да Она, кстати Вот в пустынном Ангеле Тоже это Стихотворение Вот С некоторой Коррекцией Только там Конечно Смех С каменным лицом И словно Галька разноцветная По паркету Сухая Камешками Дробь Со среза Перекоша На борта Пришелец Извояния Чужак Отпетый До горла Плащ А дальше Темнота Не ради Прихоти Тогда Зачем Ты нужен Ты отрицание Во мне И вне Меня Да и С собою Ты не слишком Дружен Фантом Сомнения Холодного Огня Уйди Уйди Без заклинаний В глухую Клинику Достойную Обитель Кромешных Дел Торжественный Притон Накаркал Верно Но к чему Надменный Тон Нездешний Житель Твой Смех Как Подаяние Занятному Зверю И я Твое Питье С опаской Пью Последнее Оставлю На потом Наивностью Красиво Шапито Здесь Где земля Под горький Шепот Грезит Небом Где Хлеб Не из печи Все меньше Пахнет Хлебом Где Тесто Истины Замешано На лжи Такой Режим Ты Оставайся Я Уйду Уйду Не сразу Не заметишь В безбременном Провале Ты Да я Да камешки Твои Цветные Эти Понятия Тайных Знаний Чешуя Зачем О чем Они Не надо Никому Не говори Умрет Загадка Не срывай Цветка Ответа Немного В храме Истинного Света Но он Стоит И мы Толпой Внутри Немножко Просто Чтобы Разное Как-то Было Вот Немножко Прочитаю Тоже Разные Веще Просто Да Свет Немножко другого уже такого, я много не буду здесь. Последнее, да. Вот это потрясающе стихотворение. Да. А, кстати говоря, давайте еще одну совсем... Два маленьких, два. Небольших, да. Небольших. А вообще-то нет, вот из раннего еще, вот такое вот есть стихотворение у меня Шопен, от музыки у меня как-то все всегда было. Какая вселенская грусть у тех, кто рожден не для боя, какое сознание покоя и внутренней тишины, мерцания чужой глубины прикрыли тяжелые веки, и руки, как белые реки, легли над моей головой в купе доброты круговой, а слепого от нежности зала, от тела душа отказалась, и рушились тени в груди, и женский сверкающий голос все выше звучал впереди. И последнее немножко, да, просто чтобы Кату как-то все в одном. Аплодисменты голубей взлетели улица июля, в дремоту тянет хоть убей, воскресно пуст, бетонные ули, разъехались и разошлись, блаженство, на дальние дачи, эй, кто там выше, не спошли, сколь можешь, от щедрот удачи, но небо видно все равно, вы не по адресу, простите, и это вам не казино, пусть все решит местоплюститель. Довольно сумрачных скорбей в раздоле стороны невнятной, аплодисменты голубей очаровательно понятны. Очень приятно выступать в этом зале, спасибо за предоставленную возможность. Ну, мне сказали, что можно из «Альманаха» прочитать, я прочту три стихотворения. Ну громче. Да, хорошо. Еще два-три часа назад был угол черен, бел квадрат, окна, вплывающего в свет, сквозь череду ночей и лет, и неохотно рыхлый мрак впускал мотор и лай собак, а нынче небо под узцой горячих струн роняет зной на середину камней и крыш, на голых веток сушь и тишь, и шпарит жаром тротуар прохожих рой и шип фанфар, авто, охрипших в толчаях, привычно мелит в пух и прах узоры жизни легких сфер, а где-то рядом, взяв размер, три четверти скользит душа, а зоном легких рифм дыша. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Окаянный календарь Сколько раз я скиталась по этой стране, Скрижетал на суставах мороз в январе, В феврале окровавленным лаем гнались, В марте горькую пили и тупо дрались, По апрельской распутице шла на аборт, В мае слушала песню про Ванинский порт, По июню бросалась под пьяный обрез, А в июле срывали на тельный мой крест, Август скреб выступление и сухшую твердь, И гремела костями голодная смерть, В сентябре палачи заносили топор, В октябре пророжала трузи забугор, В ноябре кандалы, 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 В декабре воронье и пробитые лбы, В этом круге рождений и лютых смертей Я рожала и вновь хранила детей, По горючей Владимирке шла босиком, Забываясь в бреду с косяком, с босиком. Видно тот календарь, богом проклятых лет, Нам на шею, как мельничный жернов, одет, И по кругу его все опять и опять Кружит все, что осталось еще потерять, И без слез воскресенья и света любви Душ рвут на куски окаянные дни. Ну, в финале легкое что-нибудь. Он играет ноктюрной Шопена, А она, перештопав носки, Видит пена, всегдашняя пена, Гонит к берегу странствий куски, Видит матч кучи трюмного хлама, До обломков каких-то досок. Судеб мира, высокая драма, Зарывается ветром в песок. Он играет при людии Баха, На плиту выкипает бульон, Надуваясь, как парус рубаха, Рукавом задевает балкон. Вот и звезды взошли, И вернулись в запредельные ясли свои, И, качнувшись прищепки, Коснулись млечно-облачной клеи, Сняв белье и усталым движением, Крутанув в горизонт на оси, Говорит она, утро скольжения придержав, А теперь дебюси. Ну, о себе рассказывать очень долго. Ну, наверное, вы где-то в журнале, В литературной газете, В литературной России, Может быть, что-то читали. Родился в первый месяц войны, В 15-10 километров была война. Воронеж был не взят левый берег, Был взят правый берег. Бомбили. А, видимо, дед мой был крестьянин Такой деловой, Ну, не кулак, конечно. Но когда урожай собирали, Да, они работников нанимали, Но сеяли, пахали все сами. Работников нанимали, Вообще, вот если к теме кулацкой, Только во время уборки урожая. Конечно, не собрать было семье. Ну, и дом единственный был в этой округе, Крыт оцинкованным железом. И дед был еще, видимо, поэт. Он разбил огромнейший вишневый сад. И все это могло явиться нашей гибелью. Потому что немец видел дом оцинкованный, Значит, там штаб какой-то наверняка, Большой вишневый сад, Все скрывал, значит, там военные техники, люди. Бомбил нещадно. И в трех метрах упала бомба в подвал, А мы там с бабушкой. И бабушка где меня прятала? За печкой. Ну и сама. После войны, когда разминировали бомбу, Абитационная бомба немецкая не разорвалась. Но просто случайно не разорвалась. Вот что такое наша жизнь? Наша жизнь — это риск. Живем, не знаем как, что, чего может случиться. Поэтому вот моя поэзия, она немножко грустная. Ну, в общем-то, возьмите Лермонтовскую поэзию Пушкина, Гумилёва и Мандельштама, вот Наташа говорила о нём. Вы знаете, ну грустная поэзия, ну что делать? Вообще, наверное, не радость зовёт вдохновение, Не приходит вдохновение, а грусть. Приходит вдохновение. И природа грустная, особенно наше, российское, увядание. Весна не так даже радует, как осень. Я с вашего разрешения несколько стихотворений прочитаю. Вышла книга «Ступени». Радость дни свои продли, Ветер, ветер, пожалей, Не сдувай меня с земли, Стужа, стань ко мне добрей. А это раздумья о сегодняшнем дне. Выбор называется. На этом месте, где ещё живёт Россия, Ужель другой поселится народ? Другой язык здесь землю обретёт. И так же, как и мы, пространство не осилит. А вот уже весна. В два-три обхвата высоченный вязь, На веселе шатается слегка, Озорничает баловник, смеясь, Схватил, не отпускает облака. Тропинка в лужу утонула, Хоть грустно, Ливень не корю, Не утонула, нырнула, Вон греется на том краю. Спасибо. Вячеслав Владимирович, Я всё время забываю, Вы генерал или нет? Ну, две генеральских звезды, А там уж я не знаю. Генерал и дистанция, да? Ну, это понимаете как. Я государственный, Действительный государственный советник Юстиции второго класса. У нас форма. Ну, вот не знаю, кто я. Вообще, вы понимаете, в чём дело? В царской России Был табель о рангах. И там всё приравнивалось. Понимаете? Вот, например, Гумилёв, Он был прапорщик, Дослужился. Он, когда пошёл в армию, По собственному желанию, С охотой, Ну, как во время войны, Был унтер-офицером. Допустили к офицерскому экзамену, Сдал прапорщик. В мирное время Это не офицер, Согласно табель о рангах. Во время войны Это офицер. И в этом табеле о рангах Три раздела. Военный, Гражданский И придворный. Например, Канцлер Это маршал. Вот такие вот. Поэтому Война начнётся, Пусть не начинается, Не знаю, куда возьмёт. Вячеслав Дмитриевич, Не случайно я только сказала, Генералы разные бывают, Но вот я никогда не забуду вечер, Когда вы пришли в Народный дом, Недалеко от Кремля тоже мы собирались, И принесли Допросы, Копии допросов Гумилёв. Это был потрясающий день. Вот с этого началась наша деятельность, Чтобы в Санкт-Петербурге Была установлена настоящая доска Памяти Николая Гумилёва. Это очень трудно, Это у нас не очень получается. Но, понимаете, Надо всё-таки нам бить в цель И добьёмся. Вот я думаю, И вы опубликуете, Я сейчас работаю Наряду с другими, Потому что вот Немножко свободен стал, Наша вышла книга Академии правоведения, Я преподаю ещё МГИМО, Но с Академией правоведения Дружу, там много друзей, И мы подготовили книгу И уже второе издание вышло «Право и художественная культура». Вы понимаете, Вот если взять, У меня есть время вообще-то, Если взять японскую поэзию, Старую японскую поэзию, Вы удивитесь, Но в основном авторы, Императоры, Принцы и военачальники. В Риме было, Было, ну вот когда мы ещё, Не было у нас государственности, До новой эры, Уже было четыре риторических школы, Там оратор это всё. Так вот, Преподавали там предмет поэзия, Я преподаю МГИМО, Искусство судебной речи, Ну, наряду с другими. И вот если взять Науку о риторике, И поэтику, Наука о поэзии, То очень много общего, Метафоры, тропы, Ритмы, Размеры, Образы, Это всё характерно И для риторики, Особенно для публичной риторики, Потому что риторика-то Начиналась не как судебная, А как общественная, И не станешь общественным Деятелем, Если не умеешь говорить И выражать свои мысли. А потом уже вот И в Европе В средние века То же самое В юридических вузах Изучали поэзию, Потому что Она сродни. И, кстати говоря, Среди многих поэтов наших, Ну, не сейчас, А которые были, Майков, Полонский, Нравятся же хорошие поэты, Они все юристы, А Пухтин, Пара гнедых, Вот это, А его поэма Из-за книжки об этом. Да, Но сейчас я О Гумилёве пишу статью. Я уже освободился, Книгу мы выпустили, Вот второй издак. Вы ставили в очередь, Чтобы не печать. Да, Но я вот как раз И с тем, Чтобы она помогла, Эта статья, А мы у вас Хочу публиковать её, Всё-таки вот мы добьёмся. Хотя бы начнём С мемориальной доски, А потом уже... Решили вопрос. И памятник. Расскажу вообще раз. Ну, Спасибо вам за это. Но, Я думаю, Потому что, Видите, В чём дело. Гумилёв, Если читать Критические отзывы До революции, Ну и после революции, В общении у меня писали, Очень противоречивая С их точки зрения Личность. Ибо, Он не признавал Авторитеты Среди поэтов. И вообще, Вот, Чем глубже погружаешься В тему, Вы знаете, Что Поэты Враждовали между собой, В отличие Вот сейчас у нас Очень... Да нет, Наташа, Ну я же вас люблю, Я же не люблю. У вас прекрасный Лермонтова, Это же вообще Её визитная карточка. Слушайте, Вот иногда Две-три строчки, Вот как это Большаков был Такой поэт, Присел к столу, Написал две строчки, Ну я это Не поэтически, Глядишь, И жизнь прошла Две строчки, Там четыре строчки. Ну слушайте, Это поэзия. И вообще, Вот интересно, Они разделяли Вот и Гумилёв Разделял Поэзии И стихи, Он их не соединял. И Вячеслав Иванов, И Георгий Иванов, Который Написал докторскую За рубежом А Гумилёву Докторскую диссертацию. А кстати, Мандельштам Был ученик Гумилёва, Когда они образовали Акмеист, Цех и Акмеистов. Гумилёв сам Мандельштам И не отрицал это. Кстати, Ну у него много было. Ну вот Во всяком случае, Мандельштам признаёт. И вообще, Он слушал его лекции, За что и не любили Гумилёва. Он, понимаете, Как вам, Синтез, Он разложил поэзию. Знаешь, Вот как спектр, Да, вот, Раскладывает. Разложил поэзию. Его называют мастером, Великим мастером. Но это великий поэт. Величайший поэт. Но писал не в русле. Он отошёл от символистов. Тогда это, Он стал реальной образой. Вот, Капитаны, Или там, Жираф. Сегодня особенно грустен, Твой взгляд. Ведь это же музыка. Это всё там. Его упрекали. Не лиричен. Ну, Поэзия бывает и дидактическая, Особенно в средние века, В древнем Риме. Дидактическая поэзия. Это поэзия. То же самое. Стихи. Есть лирические, Философские есть поэзии. Ну, Что делать? Так что, Вот сейчас. И потом... Где он первые стихи написал? Где он первые стихи написал? Николай. Не понял. Первые стихи. Первые стихи. Ну, В Петербурге Ионакентий Анинский Учился в царском селе В гимназии. Это вопрос. А Ионакентий Анинский Был директором гимназии. И первые стихи Он, естественно, Показал Анинскому Ионакентию. И, в общем-то, Почитала Анинского. И там не только... Там много поэтов училось В этой классической Академии царского села. Ну, Первые стихи Я просто сейчас Ну, Не готов. Я вообще-то не люблю. А когда лекции читаю, Я готовлюсь. И факты, Все это... А сейчас просто вот говорить Могу просто Не ту книгу Сказать его Первую. И не в этом дело, Когда о поэзии. Тут ведь самое главное Вот для меня, например, Статья со ссылками. Ведь можно Обо всем написать, Когда о поэте... У меня, кстати, Двустиша есть. Такая вышла книга Простые истины. Что живые-то всегда правы, А мертвые никогда не правы. Поэтому сейчас можно Все что угодно о них говорить. Но! Нужны ссылки. Понимаете? Нужны ссылки. Вот в связи опять с Гумилёвым. Вот я сдал статью, От нас требуют, Поскольку на кафедре, И причём именно в Аковских журналах, Сдал статью, Кстати, тоже вот 80 лет училищу правоведнию петербургском. Это было самое элитарное Высшее учебное заведение царской России. Мы говорим в Третьяков, да? Морозов, спонсоры, меценаты. А наше лучшее училище правоведнее Появилось благодаря спонсорству Принца Пётра Григорьевича Альденбургского. Более миллиона рублей, Царских рублей. Вы можете себе представить, Когда корову можно купить, Там за копейки было. Он купил здание, Отремонтировал, Позвал учителей, И у них образовали Юридические училища правоведния петербургское. Лучшее. Каждый выпускник училища Играл на одном музыкальном инструменте. Принц Ольденбургский Пригласил чемпиона мира по боксу француза. Преподавал. Далее. Пригласил лучшего пианиста и композитора Европы. Ну, сейчас уже это. Двух флейтистов выдающихся. Они преподавали. У них учился знаменитый Серов, композитор, Который эмигрировал. Это был гений. Петр Ильич Чайковский Учился в этом училище два его брата. Стасов, критик музыкальный и литературный, Там учился. А Пухтин, там учился. Алёхин, чемпион мира, там учился. Эндельград, Великий астроном, Как они себя не астроном называют, Астроном, там учился. Случевский, там учился. Аксаков, сын, конечно, Аксакова. Там учился. То есть там учились. И более того, вы сейчас удивитесь. Вот подвиг Александра Матросова, конечно, Это святое, да. И повторяли. Но! Первый совершил подвиг в мировой войне Шакловский, Выпускник императорского училища правоведения. Он был офицер, Командовал ротой, И захлебнулась атака. И он бросился, Там амбразуры не было в окопе, Он бросился на пулемет. Пулемет смог. За это время. Великие люди учились. Поэтому вот сейчас вот, Я уже сдал статью, Потому что она много из меня вымотывала. Потому что, Понимаете, материала мало. Пришлось обращаться к источникам, К зарубежным. Это был тяжелый труд. Зарекся больше, Все, хватит. 75 лет больше не буду я писать статьи. Каждый раз зарекаетесь. Ну, вот с Гумилевым. Там тоже, ведь не просто так. Вот о нем этот сказал. Вот, кстати, вы мне сказали О дуэли между Волошиным и Гумилевым. Вы знаете, тема раскрыта полностью В зарубежных источниках. Полностью раскрыта. Уже нового ничего не скажешь. Тем более очевидцы ссоры Гумилева с Волошиным. Когда Волошин в Мариинском театре Ударил его по щеке. Алексей Толстой. Они дружили с Гумилевым полностью. Описал дуэль. Но, Вот я просто случайно нашел, Когда, ведь инициатор-то был Волошин. Была Чебурина де Брюак. Она вообще интересная женщина. Но вот из-за нее ударил. Ударили Гумилева, Волошин ударил. Гумилев сказал, Стреляемся на расстоянии 5 метров. Потом на расстоянии 15 метров. Его упрекали. Ты же боевой офицер, ты его бьешь. А он же, Волошин, не умеет стрелять. Ничего. И действительно, у Волошина три осечки. А Гумилев мимо просто стрельнул. Ну, но закончилось, но руки не пожали друг другу. Это вот. Мы об этом публикуем в словесности в последнем. Ну, вот, да. Вячеслав Ильич, что мне вот хочется сказать. Мы словесность 2015 Начинаем как раз Нашим вот этим мытарством С мемориальными досками. Но мне хочется сказать, Что Мираб Георгиевич Ратишвили Входит в комиссию Союза литераторов Вместе с Фёдором Владимировичем Шелловым-Калидиаром Полвековечной доске Я не знал, что будет улица В царском селе имени Гумилёва. То есть мы, Союз литераторов Это решение уже есть. Ну, слушайте, вам низкий поклон. Низкий поклон. За Гумилёва. Кстати, мы же ведём-то вот Свой союз от Гумилёва. И в уставе нашем записано. В уставе. Гумилёв, ты только Вашим. Почему? Вашим делаем. Не случайно спросил, Как для вам первые стихи. Но он был в Тифлесе. Да. Он учился там в гимназии. Конечно. Вы знаете, что его одноклассники Значит, погибли в 21-м году. Как и расстреляли Николая В этом же году. То есть его ближайшие друзья И соседи Они в Сулулаке жили вместе. То есть я начну После того, как Союз дал поручение Спасибо вам огромное. В вопросе волковечения Именно в Санкт-Петербурге, да? Да. Значит, получилось так, что Оказывается, мемориальная доска Как мы знали, нету. Если есть, то Как бы Самопал, так называемый. Ну да, это самостоятель. А в Санкт-Петербурге, да, я не ошибаюсь? Самопальный, безооруженный государственный. И вот мне позвонили Из мэрии Петербурга В Тбилиси звонят и говорят Вы знаете, у вас не было Информации Дело в том, что уже есть там Как бы мемориальная доска Я говорю Не знаю где, но На доме, где он жил Этой доски нет Раз Второе Нет улицы Значит, там, где он учился Нет мемориальной доски Нет улицы Ни там, где он родился Ни он нигде учился То есть, он в полном забвении У вас в Петербурге То есть, они атаковали И получили Ну да, он им же Петербург же Хорошо Мы это вынесем сейчас На Значит Местную дуру Вынесли этот вопрос Комитет по культуре И сообщили мне официально Что Мы решили В новом районе Будет улица Николая Ну хорошо Но Нельзя на этом останавливаться Мы не останавливаемся Самое главное Как говорил Михаил Семельевич Начать То есть, на улице В новом районе будет Но я думаю, что Там есть первый казарменный Второй казарменный Третий казарменный Ой, сколько Десять казарменных Да, да, да Один Мы именуем А мы откуда так хорошо Петербург занимаются Я говорю Прочитайте мой последний роман Потвердная страница Там все про Петербург И про Россию Поэтому я говорю Вас, Петербург Еще по поводу Там В качестве гида Коюсь-то наручим Но Я думаю, что Настанет время Я надеюсь Я оптимист по жизни Что мы Мемориальную доску И в Грузии Сделаем Придет это время Ну Не только ваш Это прекрасно Когда говорю ваш Я скажу Пожалуйста Пусть будет и ваш Это же Пусть вам будет и ваш Здравствуйте Мы уже немножечко Тут Отвлеклись От греческой темы Но Я думаю, что Отвлечения были прекрасны Гумилев Вот это все Это просто чудесно А я хочу Сказать спасибо Союзу литераторов За то, что Они издали Мою подборку Греческую Вот В этой вот Словесности И может быть Если бы не словесность Я бы свои Греческие заметки Так бы и не Систематизировала Не сделала бы То, что получилось Ну Я Прочту Наверное Пару Стихотворений Достаточно Коротких Для меня И один Прозаический Фрагмент Потому что Подборка Она тут состоит Из стихов И прозы Эвредика Посвящается Ольге Климовой Иногда попадаются Женщины У которых Мужские души Беспощадные Сестры Милосердия На нашей Извечной Войне У раненых Смерть Принимают Как повитуха Роды Не рыдают Прилюдно Платят Вовремя По счетам Даже если это Чужие долги Даже если ты Ивредика Ваиде И известно Давно Орфей Не придет С полдороги Пошлет все К эребу И к вакханкам Сбежит А вакханки Конечно Увиты Плющом У них Львиные Шкуры На голое Тело И бухла Завались У вакханок Типичные Женские души Они до смерти Любят Орфеев Ивредика Вслед Гермесу Глядит Белый тополь Лепечет Над мазутною Летой Постепенно Любовь Обрастает Тяжелым Доспехом Лишь Когда Асфаделева Нежная Дева Душою Станет Подобно Спартанцу Ее Выпустят Из Аида В наш Просторный И светлый Аид Беспощадной Сестрой Милосердия Все скитается И вредика В мире Где уже Ни богов Ни орфеев Не рыдает Прилюдно Платит Вовремя По счетам Но следующее стихотворение Это не стихотворение Спасибо большое Большое спасибо И в Христо Мясас И в Христо Следующее стихотворение Оно собственно говоря Представляет собой Два СМС Сообщения Которыми мы обменивались С моей подругой Которая тоже состоит В союзе литераторов Это Ирина Рипина Ее Сегодня здесь Она не присутствует Потому что она ученый Большой физик На конференции присутствует Мой А вот Вы как литература Вед Да Публикация СМС Как Творческая Как бы заявка Это что-то новое Вот я как раз хочу сказать Что это Эксперимент Которым я была Очень удивлена Собственно говоря Это предложение Нины Васильевны Как? Так Ну Это была шутка С моей стороны А шутка оказалась Так сказать Не совсем шуткой Ну и вот получился Такой диалог Моя часть называется Game over Игра окончена Так пишут в конце Компьютерных игр На солнечном острове Родос Холода и дожди Здесь все улыбаются И говорят На плохом английском Where are you from? Try to guess Oh yes Portugues На улице Никто не пристает Кроме кошек Закурила Хотя нельзя Несчастную пальму Все качает Качает Ветер Только сейчас Поняла Что прошла Молодость Ирина Репина Пишет мне ответ Я напоминаю Она физик Океанолог В экспедициях Постоянно Итак Ответ В солнечном тикси Ветер Воет И гнет мачты Собаки Попрятались В сугробы Говорят В основном На хорошем Якутском И пьют Плохую водку И молодость Все равно Продолжается Вот такой Вот замечательный Ответ Я считаю Что это Аплодисменты Ирине Конечно Ну и Еще я хочу Поблагодарить Союз литераторов Мне Выпустили Книжку Из серии Визитная карточка Литератора И Она у меня Тоже носит Под заголовок Греческая тетрадь Называется Сова Афины Ну Я прочту Одно Стихотворение Цикады Вафанду Оно Еще никогда Я его не читала Вот первый раз Только напечатала Вы первые слушатели Афанду Это такое Маленькое Селение Народоси Полдень Вафанду От земли До неба Шелестящей Звенящей Стеной Стрека Цикад Колышется Сонно Трепещет Завеса Из мириада Цикадиных Песен И гелиуса Поцелуи Жгут Нимфу Родос Священодействуя И чудотворя И даль невесома В лиловой Небесной Истоме И клонится Полдень К серебряно-синей Мозаики Моря К вечеру Стена Истончается Почти Исчезает И свет Тишины Восходит Над морем Залив Бледнеет От лучей Селены По зыбкому Сиянью Светлячок Рыбачей Лодки Чуть Движется Мерцает Замер Цикады Смолкли И молоко Луны Пьют Древние Оливы Оливковая Роща Под луной Трепещет Торопливым Серебром Заросшая Тропинка Куда-то В никуда И ни души Лишь теплый Ветер По имени Мельтейми Гладят Голубые Кроны Чуть Слышно Как во сне Звенят Цикады Издалека Доносится Собачий Лай И больше Ничего Не надо Писать Стихи Об этом Ну всего два Коротеньких Опуса Написанных Больше 20 лет Назад Первый Посвящается Сафа Теперь Одно Бежать Эриней Под покровительствами Над Огни Глубоководной Сини Не Загасивший Герострат Морской Груди Чем Нестерпимей И выше Вздох Тем Слаще Яд Фиону Горше Ихладимей Стать Смертный Миф Нестровный Лад Сапфирных Брызгах Стих Печальный Разбег Гречанки Со Скалы Последних Звезд Эфир Прощальный Душе Исполненной Золы Безвин Нагладь Небесных Черт То Абсолют Жестокосерд То есть Мысль может быть лучше Чем воплощение То есть возвращение В родную стихию И второе Это моя версия О том Что Калипсо Полихроне Знаменитая Гречанка Которую связывают И с Пушкиным И с Байроном Она внешне Была красавицей По легенде Ушла в мужской монастырь Где и скончалась Но Чем она Привлекла Об их поэтов Я думаю Что это имя Полихроне По русски Не скажешь Калипса Многовременных Ну то есть Это В общем-то Замечательное имя Совершенно Но никто Почему-то Об этом не думает Вот я пыталась Об этом сказать Ее волос Обсидианового Траура Ее ресниц И обжигающих Грудей Ослабевала Шимаханищая Аура Двумя горбами По пустыне Без дождей Из музы Пушкина Младого нимфы Байрона Стать робким иноком В обители святой Тюльпаном имени Душе возблещет рай Она Почивши братом Похоронена сестрой Оставив дни Когда Заскомканные Крылья Призывы горькие Лилы тень Влекли Звездою дальней Восцвести Из-за могиле На рифах неба Вечным странником земли Спасибо Древнеидейские фрески Возьмёт свирель пастух Разбудит песни стада Вонзятся в небо дивные рога Немраморным венком Камней твоих элада Рисунком детским Тронуты снега Свирель струится Медленно играя Пастух вдоль ноты Дудочку ведёт И видно Как от края до края Просторов северных Вдруг оживает лёд В юнком зелёном Бабочкой летней На Васильковом Бархати небес Но в памяти Чем выше Тем бесцветней Колонн твоих Древнеидейские лес А второе стихотворение О Греции Не прошло По конкурсу И попало В нешуточные страницы Ну вот оно Мы же не в Греции Чтоб греться Смотреть подолгу В зеркала Я выберу Судьбу индейца И все дела Да буду скво себе Свигвамом Насыплю в трубку Табака Судьба индейца Нафигавом Мне возразят Наверняка Но тут Отвечу безутайки На этот Каверзный вопрос Скво Горячей Чем даже Тайки Не суйте нос Я хочу Два слова Просто прочесть вам О том Литературном Вкладе Который Оказался Всеми нами На сегодняшний день Просто востребованным А мы живем Этим Литературным Вкладом Этих двух Людей Я думаю Что как раз Именно В институте литературы Об этом знают Как нигде лучше В конце 9-го Начале 10-го века В Болгарии Начинает полным ходом Осуществляться Культурная преемственность Усилий Великих Солунских Просветителей В связи с этим На протяжении Многих веков Постоянно муссируется Вопрос О происхождении Славянской Азбуки Которая В конечном счете Предопределила Духовное развитие Славянских народов Названия Древнейших Славянских Азбук Глаголица И Кириллица Известны всем Сам факт Изобретения Азбуки Именно Кириллом Практически Не вызывает Сомнений Но в отношении Того Какая Именно Из двух Азбучных Систем Первичная И какая Принадлежит Кириллу Мнения Подчас На сегодняшний день Приоритет В научных Кругах Отдается Следующему Варианту Глаголица Создана Кириллом На основании Древних Прославянских Письменных Знаков А Кириллица Как более Усовершенствованная Система Записи Была Разработана Учеником Мефодия Даровитом И широко Образованным Климентом Уже Упоминаются Также И Евангелие Псалтырь Обнаруженные Константином В Херсонесе И написанные Какими-то Русскими Письменами Которые Могут Являться Уникальным Светлистом Существования Древнейшей Славянской Письменности Согласно Трудам Ученого Бенедиктинца Мавро Арбини В начале XVIII Века Написавшего Сочинение Под названием Славянское Царство Культурная История Прославянских Народов Может уходить Корнями В необозримую Глубину Времен В доказательство Своей теории Автор Приводит Огромный Список Античных И раннесредневековых Историков Которые В своих Работах В той Или Мере Затягивали Затрагивали Славянскую Тему При этом 90% Приведенных Арбини Имен Науки Абсолютно Неизвестны Если Означенный Вопрос Рассматривать С позиции Ученого Итальянского Монаха Следует Кардинально Пересмотреть Принятые На сегодня Взгляды Касающиеся Времени Возникновения Славянской Письменности В пользу Наличия На Руси Некой Письменности Задолго До принятия Христианства Муд Послужит Тексты Договоров Русских Князей С Византией В начале X века Указания На наличие Славянской Письменности Существовавшей До Кирилла И Мефодия Содержатся В летописных И прочих Литературных Источниках IX-X веков Так Во всем Известном Трактате Храбро Чернорисца О письменах Сказано Что Хотя До принятия Христианства Славяне Книг Не имели Тем не менее Для письма Использовали Некие Знаки Названные Черты И резы В своем Трактате Храбро Энергично И аргументирован Оставят Преимущество Славянского Письма Перед греческим Поскольку По его мнению В славянской Азбуке Присутствуют Буквы Предназначенные Для более точной Передачи Устной Славянской Речи Созданная Подвижническими Усилиями Кирилла И Мефодия Письменная Традиция Справедливо Расценивается В мире Как фундамент Славянской Культуры Поскольку Она положила Начало Славянскому Национальному Духовному Развитию Предрешив Тем самым Особую роль Славянства В семье Европейских Народов Открывшаяся Безграничная Возможность Накапливать И совершенствовать Культурный опыт Знания Всемирно Развивать Художественное Слово Сохраняя Весь этот Бесценный Багаж Для потомства Является Колоссальной Заслугой Великих Первоучителей Просветителей Солунских Братьев Кирилла Я публиковался Только в качестве Такого Либо Мемуариста Либо в рубрике Путешествия Литератора А здесь Мне очень захотелось Написать И когда уже Это было написано Я попытался Проанализировать Почему это возникло Потому что я никогда Не писал Ничего близкого К серьезным Стихам Или к прозе Я был очень удивлен Когда Руководство Союза литераторов Вот три с половиной Страницы текста Приняли к печати И я им за это Безмерно благодарен А обстоятельства Такие Ну во-первых Вот меня Всегда очень интересовали Некоторые Слова И фразы Которые одновременно Имеют противоположный Смысл И могут пониматься Не просто Иначе А прямо противоположным Образом Ну и вот Среди таких высказываний Есть одно полу Такое шутливое Хотя я заметил Что некоторые его Воспринимают абсолютно Серьезно А некоторые иронично Может быть вы его слышали Это высказывание такое Что самые счастливые Романы Это несостоявшиеся романы А второе обстоятельство Более известное Потому что так много В наше время Начиная от высоких Политических Материй И кончая бытом Говорят о Гомосексуальных Увлечениях Что я подумал Что Видимо во мне Что-то внутреннее Такое зрело Что неплохо Было бы сказать Что вообще Гетеросексуальные Отношения Тоже имеют Свою прелесть И написать что-то Более нормальное На эту тему И вот так возник этот Вот так возник этот рассказ Кстати сказать Он начинается с визита Ну там описывается Молодой Женщины Азиатки Он так и называется Азиатка Вот в это здание Где вы сейчас Находитесь Это всего Три с половиной страницы Так что вы можете Легко их осилить Спасибо за внимание Ну что Поздравляю Ну а мне хочется Вспомнить Сегодня имя Которое Всем нам дорого Всем членам Нашего союза Это Владимир Глянц Он ушел из жизни Мы много его публиковали Мы очень любили Володю Глянца И хотя Земная жизнь Его закончилась Тем не менее Мы продолжаем Публиковать его рассказы И в этих альмонахах Вы тоже можете Прочитать Расскажи Владимира Глянца Сегодня Здесь его вдова Наталья Глянц Тихо все Лишь лает пес Лает пес Добрейший Бьются Бьются волны Об утес Да собака Брешет Мало звуков Только те И остались целы Что в невинной Простоте Не имеют цели Звезды Нехотя летят Головами Свесясь Месяц Тонкого литья Понемногу Светит Сейчас Плохо Ветка На ветру Дрожит Немотой Измучась То замрет То пробежит Ветер Говор Участь Спасибо Несколько Вот таких Уходов И последний Осиротел Наш редакционный Совет Совсем Недавно Начиная с момента Издания Альманата Словеса В редакционном Совете Был Юрий Витальевич Мамлеев Интереснейший Писатель Философ Замечательный Человек С которым Мы очень много Общались И вот Недавно Вы знаете Было отпевание Его похоронили На Хованском Кладбище Мы простились С другом Мы простились С человеком С которым Можно было Всегда Посоветоваться Мы публиковали Всегда Его рассказы И в этих Альманах Тоже есть Рассказы Юрия Витальевича Мамлеева И На сайте Нашем Вы можете Увидеть Два интервью Всевышний Когда он вернулся Из Франции В Россию Навсегда Потому что Тасковал Не мог жить Без Родины И Его творчество Во многом Посвящено И этому Тоже Но Прежде чем Мы Перейдем Как обычно В тени Стихов По кругу Мне бы хотелось Представить Наших Замечательных Авторов Почти постоянных Авторов Нашего Альманаха Это Олег Челап И Евгений Сгодок И вот В словесности 2015 Есть Подборка Олега Челапа И начинается Она просто Для стен Этого Института Разная речь Суффиксы Чувств Представки Сочувствия Тут я останавливаюсь Хорошая мысль Поехали Суффиксы Чувств Приставки Сочувствия Я так стараюсь Беречь Что подарила Мне речь Родная Порох Порох Искусств Оттенки Созвучий Боже Куда же Мне бечь Легче Воду Сжечь Я не знаю Язык Мой Поет И смешит И шершавится Чудится Небо Вбритых И неодолимо И неутолимо Желание Жить И любить Как же Нравится Мне Этот русский Язык Где Суффиксы Чувств Приставки Сочувствия И я так Стараюсь Беречь Что Подарила Мне Речь Родная Язык Мой Поет И смешит И шершавится Чудится Небо Вбритых И неодолимо И неутолимо Желание Жить И любить Как же Нравится Мне Этот русский Язык Где Суффиксы Чувств Приставки Сочувствий И корень Что я так Стараюсь Беречь Его Подарила Мне Речь Родная Давай Посмотрим Пчелобенд Это у нас Такое музыкальное Художественное Безобразие Ансамбль Пчелобенд У нас сегодня Вышла Пластинка Я ее Показывать не буду Потому что Здесь есть что Показывать И без этой Пластинки И Поздравляем Наверное Магазин Дом Культуры Там Продаются Пластинки Компакт Диски И В общем-то Оттуда Никто не уходит Печальным Потому что Там А выступают Хорошие Музыканты Такие Как мы Абэ Там В центре Помещения Стоит Стол На котором Самовар Возвышается И он Полон водки Самовар Это как В тех самых Рассказах О Русских Советских Людях В импортном Исполнении Что они пьют Водку Прямо Из самовара Нет-нет-нет Это Кустодия Отменяется Там прямо Чашками Можно пить Вот Это действительно Туда вход Совершенно свободен Все могут Приходить Это такая традиция Хорошая Добрая традиция Там стоит Самовар Водки Какие-то Конопешки И если Вы поймете Что Вам хочется Провести Воскресный вечер 29 ноября В 5 часов В 17 часов По Москве Вам захочется Провести В хорошей Компании То вы можете Сюда приходить У самовара А песня Которую мы Сейчас сыграем Она называется По солнечной стороне За Годы до того Как она была написана Известная писательница Дина Рубина Воспользовалась Нашим названием Раз, два, три, четыре По солнечной стороне Иду себе домой И счастлив вполне Вокруг веснаю лой И я иду домой По солнечной стороне Я стал первым Кто бродил по луне Гвоздями был прибит Берлинской стене Сейчас расклад Другой И я иду домой По солнечной стороне По солнечной стороне Иные ходят по канату Щекой гранаты в зубах А я без помощи Аэростата Витаю в облака Я въеду в новый день На белом коне Проигнорирую призывы К войне Мне глупость не с руки Я просто вопреки Живу на солнечной стороне Я вопреки Гвиз, гвиз Иные ходят по канату Щекой гранаты в зубах А я без помощи Аэростата Виталик в облаках Мои мечтанья Возрастают в цене И не горят в воде Не тонут в огне Вокруг веснаю лой И я иду домой По солнечной стороне По солнечной стороне Домой по солнечной стороне Иду и счастлив вполне А где гранаты Если в Чика в зубах А? Чика в зубах Ну так я выплюнул ее Заменил на коньяк Ну что играем? Играем Ну новые звезды будешь петь? Только не дуй слишком громко Да? Давай Туда приставь песню Да Давай ты приставь Не, не, ты приставь Умеешь же разговаривать Ты же литератор Иногда, что не часто случается В нашем коллективе Исполняются песни Не только Олегу Ильичу И не только И не столько А иногда вот Произведение, которое написал я Евгений Сборев Ну как только Раз, два, три, раз, три Раз, два, три, раз, три Чика в зубах Не зовет меня мама Давай Я сегодня в делах я сверлю в небе дырки и вешаю новые звезды У меня есть помощник А теперь Я помирающий с веселой больницы Подаривший сверло гражданине Знакомый полковник и две медсестрицы Подаривший сверло гражданине Знакомый полковник и две медсестрицы Мы боимся Мы боимся Один из них звезды И вторую ламну мы А зачем это нужно? Ты спросишь меня А зачем это нужно? А зачем? Ты спросишь меня А зачем? Чтобы стало светлее Не зови меня, мама, домой Я сегодня приду очень поздно Я сегодня в делах, я сверлю в небе веки И вешаю новые звезды Я сегодня в делах, я сверлю в небе веки И вешаю новые звезды Наверное, хорош? Спасибо Обращение? Хулиганское? Хулиганское Да нет, на самом деле Мы бы хотели, конечно, вам здесь Фитиль поджечь Но вас маловато Просто некому топать так, чтобы провалился пол Поэтому приходите Нет, мы за охрану памятников природы Тем более, да, архитектуры в том числе И если без дураков, то вот лично от нашей группы Пчела Бенд Нижайший поклон в пояс руководству Пользуясь случаем, да, руководству нашим союзом благословенным Потому что я хорошо помню, как мы поначалу собирались в каких-то пыльных музеях А сейчас времена меняются Если эти негодяи, которые распределяют площади полезные Не дают нам своего жилья Ну, хотя бы мы в Институте русской литературы уже, слава богу Языка Языка, да Вот Ну, все путаю, но тем не менее, да, спасибо, ребята, вам за вашу деятельность Ну да, и еще раз напомню вам, если захотите, приходите 29 ноября Это дом культуры, магазин называется Кутузовский, проезд, дом 4 На ночь там штабелями укладывают, потому что самовар бездонный Поехали Среди тех, кто влюблен, ты попал на войну Которую начал не ты Слишком юн и смешон, ты все так же в плену У прекрасной веселой мечты И остаться на берегу Ты куда-то спешишь Ты живешь эту жизнь на бегу Но просто любить И быть любимым Просто любить И быть любимым Просто любить И быть любимым Субтитры сделал DimaTorzok Просто любить И быть любимым Просто любить И быть любимым Просто любить И быть любимым Как не просто любить И быть любимым Субтитры сделал DimaTorzok Сергей Шоэлл Наталья Розкова Дмитрий Сесенчук 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 Атлантический скорый тащится сам по себе Мимо цыган и селян Кто-то в гамбуре курит, кто-то смотрит в окно А кто-то с пьяном разбирает стоп-кран А машинист Василий бросил в копку угля И пошел гудеть в вагон ресторан Среди встречающих в Нью-Йорке статуя свободы Она рожает смысл жизни Уже отходят воды, но смысла не было и нет Все держится за левый бок Поезд из Москвы в Нью-Йорк не прибудет срок Мой Бог, что делать, статуя свободы? Что делать, но скорый поезд Москва, Нью-Йорк не прибудет срок Скорый поезд Москва, Нью-Йорк не прибудет срок На Нью-Йоркском вокзале в Москве хочу На Московском в Нью-Йорке шок Скорый поезд Москва, Нью-Йорк уехал в город Торжок Я не люблю благодарить начальство Тем более, что начальства у меня никакого нет А вот там вот есть нечто начальствующее А все остальное Но, коль скоро здесь вспоминали и благодарили Я подумал, что было бы неприлично с моей стороны обойти молчанием В самые провальные безденежные и голодные годы 98-й дефолтовый год и дальше Я заполнял какие-то нудные бумаги в Союзе Литераторов И эти бумаги уходили в пыльные кабинеты Министерства праздника И каждый раз в три месяца или каждый месяц, я уже сейчас не помню Я получал какие-то дензнаки Очень символические, но получал их Потому что это была государственная стипендия Молодому, сидеющему, слава богу, не лысеющему Талантливому литератору по имени Олег Челап Был уже тогда седой, но я подкрашиваюсь, конечно Но дело не в этом Я просто помню статью, по которой мне вся эта история выдавалась У меня с 90-х годов, с конца 80-х, с начала 90-х У меня случился приступ любви к античной мифологии Маленькая дочка была, я читал ей куна Я читал ей то, что не дочитал сам в детстве А потащила очень сильно И потащила до такой степени, что я стал собирать В начале 90-х активно издавались зарубежные источники Которых здесь никогда не было Где вся мифология была не подчинена классовому сознанию Как это было принято в нашем обществе того времени А там вот как раз что-то с эротическими такими штучками Это было все связано Я с тех пор и увлекся эротикой Никак не могу остановиться И я писал, что в этих бумагах, которые я заполнял Я писал, что это для создания цикла песен по античной мифологии Что является абсолютной правдой И была у меня мечта фантастическая Сыграть это выступление с группой, с дудками, с девками на подпевках, с барабанами Как это положено все сделать в московском планетарии Но планетарий закрылся И лет 15 его как-то пытались реанимировать В конце концов он открылся два года назад И я кинулся в этот планетарий У меня есть группа еще и шумная Она называется «Оптимальный вариант» И мы подготовили программу по античной мифологии песен Взяли актера, одели его в тунику Я ему рассказал, какие фрагменты, из каких мифов надо вовремя зачитывать Чтобы все с ума не сошли только от музыки И это закупольное шоу Старик Коперник нас заметил и никому не заложил В общем, все было очень хорошо И сейчас мы записываем двойной альбом Виниловый Это еще мы, в общем, с теми мозгами люди Которые пластинки еще переворачивали на проигрывателях Четыре стороны, четыре стихии Земля, ветер, огонь и вода И вот я сейчас Оно все, честно говоря, странненькое такое Вся эта музыка, которую здесь не сыграешь никак И я сейчас вот пока услышал, что о Греции говорили А я сам родом из Древней Греции И очень люблю это все Тамбурин А, боменец еще нет Пока, слава богу, нет, музыкантов достаточно Уже все Это очень коротенькая песня на тему Эллады И она самая понимаемая Потому что все остальное так или иначе связано с Какими-то действительно мифологическими сюжетами Это все очень ненасказательно Все психоделично И все сложно А здесь такая совсем коротенькая песенка И еще раз спасибо Что Была протоптана тропа в министерство Которые Расстелила мне прохладу Подарила мне Элладу Угостила летним смехом и вином И усладу посулила Жажду трижды утолила И любя укрыла безмятежным сном Я во сне с улыбкой лиса Шел с садами Диониса Видел мифы и легенды Грыз орех И была душа так рада Слышит песни винограда И твой легкий и зовущий летний смех Подарила мне Элладу Расстелила мне прохладу Подарила мне Элладу Спасибо! А давай сыграем налегке Это да, давай Да? Да? Она проснется в цветке Она проснется в цветке Она проснется в цветке На шершавом песке Я коснусь ее глазом Пока она налегке Она увидит мой груз Мой стратегический груз И от чего-то я спрячусь Но в караводке ее бус Она откроет все шлюзы И я почувствую вкус А ведь вчера я вез патроны А ведь вчера я вез патроны Ее движения вкусны Ее движения вкусны Ее движения вкусны Я знаю два-три секрета Но все секреты тесны И я пойду за ней следом В послевоенные сны Она проснется в цветке Но в разноглазом цветке Смеясь оставит надежду На шершавом песке И я пою ее блюзом Пока она налегке Все